В Новый год с новыми ценами В Новый год с новыми ценами стоимость вторичного жилья продолжает расти. Несмотря на падение спроса коммерсанта 20 января 2019 года, полночь начавшаяся в прошлом году тенденция к увеличению стоимости вторичной недвижимости сохраняется. За месяц цены поднялись в среднем на 1%. При этом рынок уже начал сталкиваться со снижением спроса на фоне роста ипотечных ставок, общей цены сделок и вымывания с рынка наиболее интересных лотов. Для вторичного рынка недвижимости Новый год начался с небольшого увеличения цен. Согласно данным ЦАН, средняя заявленная стоимость жилья в январе увеличилась на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По сравнению с декабрем рост составил 1%. По мнению руководителя аналитического центра ЦАН Алексея Попова, на вторичный рынок недвижимостью уже начала оказывать влияние повышение ипотечных ставок. Во-первых, банки традиционно повысили ставки на готовое жилье сильнее, чем на новостройки. Во-вторых, продавцы квартир менее гибки, чем застройщики, и, как правило, не готовы предоставлять скидки на фоне повышения цен, как девелоперы на первичном рынке, объясняет господин Попов. Региональные тренды. По данным портала МирКвартир, за прошедший год средняя стоимость квадратного метра в России выросла на 6,4%, до 57,3 тысяч рублей, а средняя цена продажи квартиры увеличилась на 8,7%, до 3,28 миллиона рублей. Это выше динамики 2017 года, когда квадратный метр в среднем по стране подорожал на 3%. По словам гендиректора МирКвартир Павла Луценко, тренд на увеличение был отмечен в 66 и со 69 анализируемых городов с населением более 300 тысяч человек. Наиболее заметным, по его словам, оказалось увеличение цен во Владивостоке. Стоимость вторичной недвижимости здесь выросла на 20%, до 102,7 тысячи рублей за 1 кВ. М. В Сочи увеличение за год составило 16%, до 109,7 тысячи рублей за 1 кВ. М. В Казани, 14,7 процента, до 77,4 тысячи рублей за 1 кВ. М. В Иркутске, 14,2 процента, до 63,4 тысячи рублей за 1 кВ. М. В этих же городах сохранился рост и в январе. За январь квартиры немного подорожали в Нижнем Новгороде, Казани, Уфе и Самаре. Снижение стоимости жилья по итогам января аналитики ЦАН отмечают в Ростове-на-Дону и Краснодаре. В МирКвартир, в свою очередь, указывают, что по итогам 2018 года наиболее заметное снижение стоимости показало вторичная недвижимость в Симферополе. Средняя цена сократилась на 2,5 процента, до 76,9 тысячи рублей за 1 кВ. М. На втором месте Ленинградская область, где жилье подешевело на 1,6 процента, до 64,9 тысячи рублей за 1 кВ. М. Московский рост, в Москве, по посчетам Минкома, за год средняя стоимость жилья на вторичном рынке выросла на 14,1 процента, до 203,2 тысячи рублей за 1 кВ. М. Директор департамента вторичного рынка компании Сергей Шлума связывает это с ростом покупательской активности. Число сделок за год увеличилось на 15 процентов. По словам эксперта, этот скачок стимулировали снижение стоимости ипотеки, уменьшение доходности банковских вкладов, реализация отложенного спроса и опасения покупателей относительно девальвации рубля. Но, согласно прогнозу аналитиков Минкома, в этом году активность покупателей вновь снизится до уровня 2017 года. Господин Шлума называет основной причиной спада рост ставок по ипотеке. Если в ноябре прошлого года доля сделок на вторичном рынке с привлечением заемных средств составляла 42,4 процента, то уже сейчас этот показатель сократился до 39,2 процента. Негативное влияние на спрос, по мнению господина Шлумы, также окажут рост цен и вымывание значительного объема предложения. По его мнению, уже сейчас покупателям с ограниченным бюджетом часто не из чего выбрать. По расчетам директора офиса вторичных продаж Юлии Дымовой, сейчас жилье в Москве заметнее всего дорожает в юго-восточном административном округе. В этой части столицы за последний месяц средняя стоимость увеличилась на 1,7 процента. Это связано с большим объемом реновируемого жилья. Именно на юго-востоке чаще всего поступают запросы на подбор квартир в домах, определенных к сносу, поясняет госпожа Дымова. Александра Мерцалова.